Сегодня я зашёл на сервер Real World и решил выполнить 100 заданий от Джамшута, Равшана и Абубакара. Для этого я купил себе донат Dragon и принялся выполнять свою миссию. Но вот вопрос, как мне это сделать? Я не в курсе. Но в любом случае, рано или поздно мне придётся начать, поэтому прямо сейчас я нажму на лёгкого Джамшута. И моё первое задание это... Мне нужно 16 деревянных мотык. Понял, принял, ассоцнал и погнал делать. Я телепортировался на РТП, где заприватил себе небольшую территорию для того, чтобы сложить сюда все мои вещи. Итак, внимание, у меня есть два сундука, пока что только два, да. Я знаю, что этого мало, потому что у меня есть, во-первых, кит Драгона, в котором есть эти вот все ресурсы, офигеть. Не зря я его купил, не зря. У меня полный инвентарь вещей, офигеть. Нужно срочно всё закинуть в сундуку, срочно. Сделаем новые сундучки. Тык, 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 тык. И я возьму ещё один кит, который мне доступен, а именно набор плюс, в котором есть вот эти вот вещи. Офигеть можно. Тут есть даже золотое зачаровное яблоко, чего? Это очень-очень круто. И также я возьму кит плюс про. Тут есть яйцо крипера, чего? Зашибись, просто зашибись. И теперь, когда у меня есть свои ресурсы, я могу начать выполнять своё первое задание. А именно делать все долбанные 16 мотык. Зачем, я не знаю, но всё же погнали его выполнять. Для этого я делаю кучу-кучу палок и кучу-кучу мотык готово. Мой дорогой Джамшут, здравствуй, я принимаю моё первое задание. Итак, всё. 16 мотык просто улетели. И теперь мне доступно второе задание, которое заключается в том, что мне нужно добыть 1280 моркови. Серьёзно? Где мне взять столько морковки, а? Ё-моё, это будет, мне кажется, очень-очень долго и сложно. Ладно, где мне получить эту морковку? У меня есть одна идея. Дело в том, что на аукционе есть куча-куча морковки, но один стак стоит 16 тысяч. А у меня ноль. У меня совершенно нету монет. Поэтому я начал продавать все свои вещи для того, чтобы заработать кучу денег. И пока у меня покупают мои предметы, я решил пойти поработать на автошахте. Хух, ну что же, поехали. Нет, так дело не пойдёт. Я зарабатываю слишком-слишком мало. Давайте-ка всё это сдадим. И тут есть какой-то опыт работы. И я так понимаю, что чем больше я тут работаю, тем больше мне будут платить. Поэтому я всё-таки продолжу здесь работать. Опа, сколько ты ресурсов. Зачем ты их выкидываешь? Ну спасибо. Офигеть можно. Пойдём-ка всё это сдадим. Итак, я ещё проработал очень-очень долгое время. Так, ладно, мне надоело тут уже копаться. Поэтому я хочу посмотреть, сколько у меня уже заработано монет. 464 тысячи. Офигеть можно. Я не думал, что так много заработал за такое маленькое время. Видимо, у меня скупили много предметов на аукционе. Отлично просто. В таком случае, я скалываю все свои вещи в сундук. И у меня есть два варианта. Либо прямо сейчас купить немножечко морковки и продать её нашему джампшуту. Либо купить шар огородника за 459 тысяч. И просто самому вырастить эту морковку. Я вот даже не знаю, что мне делать, блин. Но так как это, наверное, не последнее задание с морковкой, я лучше куплю себе шар. Да, я куплю себе шар. Всё, я решил для того, чтобы в будущем он мне тоже, возможно, пригодится. Поэтому приобретаем этот вот шар огородника за почти 500 тысяч. И всё, теперь он у меня в инвентаре. Отлично просто. А баланс у меня 4000. Обалдеть. Я выкопал себе большую территорию под землёй и полностью засеял её морковкой. Итак, я засадил почти всё. У меня, к сожалению, закончилась морковка. Но теперь я могу использовать шар огородника. Получается, я нажимаю на shift и... Нажимаю много раз на shift и ничего не происходит. Почему? Вопрос. Когда во второй руке при нажатии shift выращивает растение вокруг вас. А если так, то всё равно не работает. Что? Почему? Он у меня во второй руке. Я нажимаю клавишу shift, но ничего не растёт. Мне кто-нибудь может объяснить, почему это происходит? Я не понимаю, почему ничего не растёт, блин. Я что, зря потратил 500 тысяч? Неужели я купил какой-то ненастоящий шар и меня попросту заскамили? Но тогда каким боком они написали это вот описание. Что-то я не понимаю. Если ты знаешь что, напиши об этом в комменты, потому что я не понимаю, что вообще происходит. Эх, видимо меня заскамили. И у меня попросту теперь нет денег. Надо что-то делать. Надо что-то продавать. И нафиг мне теперь эта морковка. Кто его знает. Ладно, буду дальше продавать предметы. Пока у меня всё это скупили, прошёл целый день. И на следующий день мой баланс составлял 1 миллион 900 тысяч. Это просто офигеть как много. Ну и так как мне нужно 1280 морковок, мне придётся их покупать на аукционе. Только вот одна проблемка. Их тут очень-очень мало. Но куплю я тут всё, что есть. Трррр. А теперь когда у меня есть вся эта вот морковка, пора её сдать нашему джампшуту. И я получается отдал 1024, осталось всего чуть больше чем один стак. Неплохо, неплохо. Мне пока что больше ничего не остаётся, кроме того, как ждать пока это всё вырастет. Поэтому просто буду ждать. Надеюсь, это будет недолго. И спустя 40 минут у меня есть 3 стака. Этого мне должно хватить. Джамшусик, здравствуйте, я забираю у вас еще одно задание. Отлично. А нет, мне не хватило еще чуть, черт. Покупаем еще один стак. И теперь-то, да, выполнено отлично. Следующее задание. Картофель. Вы сейчас серьезно? Только что была морковка, я ее выполнял целый день. И мне выпала картошка. 1280 картошки. Это будет жестко, но поехали. Итак, я снова купил кучу-кучу картошки. И здесь есть опять шар огородника. Только у меня есть один вопрос. Это настоящий или нет? Потому что если я снова куплю ненастоящий и потрачу свой миллион, это будет очень-очень весело, в кавычках. Но я все-таки рискну и куплю его. Пожалуйста, пусть он будет настоящий. Все, он у меня, я только что потратил миллион. И, хух, пожалуйста, пускай он будет настоящий, пожалуйста. Я посадил всю картошку. Берем шар огородника в руки. И, пожалуйста, пускай оно сработает. Почему? Получилось, получилось, получилось. Каким образом? Я не знаю, оно у меня получилось. Мне очень повезло. Хух. Итак, я куплю книгу на удачу 3 за 110 тысяч. Сделаю себе алмазную мотыгу. И все, что мне осталось, это сделать наковальню. Поэтому переплавляем железо и делаем наковальню. Готово. Теперь я могу спокойненько взять мою мотыгу и книжку на удачу 3 и сделать себе мотыгу на удачу 3. И теперь с одной картошки я буду получать целых 6 штук. Офигеть можно, это очень-очень круто. И дальше минут 30 я просто добывал картошку. Да, целое полчаса. Ну что же, я думаю, что этого мне должно хватить. Поэтому я прямо сейчас иду на спавн. Здравствуйте, мой дорогой Джамшутик. Я иду именно к вам, потому что я сдаю ему картошку. И, черт, не хватило буквально немножко. Снова собираем. Ну и теперь-то мне 100% хватит. Отлично. Следующий квест. Для выполнения данного квеста вам нужно убить 10 человек с помощью деревянной мотыги. Серьезно. Это будет жестко. Эмма на варп, пвп, никого нету почему-то. Но благо, что у меня есть план. Я позвал своего друга для того, чтобы его убить с помощью мотыги. Поэтому поехали. Эээ, зачем ты мне... Не бей меня, блин. Не бей меня, блин. Трррррр. Эм, он меня убил. Какой же у меня тиммейт, блин? Ладно, не буду говорить кто. Просто пойду его убивать и дальше. Тррррр. Итак, задание выполнено. И следующее задание заключается в том, что мне нужно принести 700 тыкв. Где мне взять 700 тыкв? Я не в курсе, но нужно идти искать. Благо, на аукционе их очень-очень много. Но они пипец, какие дорогие. И один стак стоит 40 тысяч. Но делать нечего. Придется потратить все свои оставшиеся деньги. Тррррр. Итак, сдаем их скупщику. И получается следующее задание. А мне не хватило опять. Да, блин. Так, сдаем остатки скупщику. И в следующее задание нужно принести 500 кактусов. А вот их на аукционе абсолютно нет. Черт. Тебя попили, что мне делать? Я не знаю, блин. Придется просто летать по миру и искать кактусы в пустыне. Ну что ж, поехали. И я 20 минут тупо летел. Фух, итак, я нажал пустыню. Но тут нет пока что ни одного кактуса. Я надеюсь, что я их тут найду. Потому что если нет, то я попросту не знаю, что мне дальше делать. Опачки, два кактуса есть, отлично. Только вот я не в курсе, как их расти. Но узнаю. Потом так забираем второй. И идем искать дальше. Но, к сожалению, я тут больше ничего не нашел. И так, я добыл несколько стаков песка. Дальше я решил построить небольшую ферму кактусов. И так, я не знаю, как их делать. Я смотрел видео, и это было очень-очень-очень долго. Но в итоге, все-таки у меня, наверное, получилось. И так, короче, я не знаю, сделал я ее или нет. Но надеюсь, что да. Надеюсь, что здесь кактусы будут расти. Но пока что, пока что я ничего не вижу. Они пока что не растут. Почему-то. Но я так понимаю, что мне нужно просто ждать. И все. Но почему-то я жду уже, наверное, минут 20. И они не растут. Я купил на аукционе несколько стаков. И так, почему-то здесь они не растут. Нет, они растут, но сами не ломаются. Я решил просто везде посадить кактусы. И потом просто вручную их собирать. Другого варианта у меня попросту нет. И так, в итоге я сделал вот такую вот огромную ферму. И теперь осталось только ждать, пока оно все вырастет. И я буду просто, наверное, 24 на 7 это собирать. Но другого варианта попросту нет. На аукционе, к сожалению, кактусы не продаются. Внимание, я собирал кактусы несколько часов. Я больше никогда не буду этим заниматься. Ни-когда. И так, у меня есть, получается, 8 стаков кактуса. И теперь я 100% смогу его выполнить. Джамшусик, здравствуйте. Вы забираете наше задание. И так, следующее задание. Мне надо 256 с напасена. Это очень много. Это просто офигеть как много. Но окей, мне больше ничего не остается. Поехали. Благо, что в прошлой серии я себе купил шар огородника. И теперь с помощью него я очень-очень быстро думаю, что добуду эту кучу сена. И я начал засаживать, собирать, засаживать, собирать. Еще раз засаживать и еще раз собирать. И в итоге, спустя целый час у меня есть куча-куча лишних семян. И 4,5 стака снопа сена. Вот. Джамшусик, здравствуйте. Еще раз даем это задание. И последнее задание в первом ряду. Это получается. Мне нужно ведро воды 30 штук. Не, ну это я думаю, что будет просто изи. Но для этого мне нужна куча-куча железа, которое я только что продал, блин. И у меня его купили. А все, что у меня есть, это только пол стака и 3 ведра. На аукционе продают 2 стака, поэтому я думаю, что я их куплю за 50 тысяч 1 стак. Нормально. Пойдет. Ах, мне нужно куча-куча-куча ведер. Вот столько вот хватит. Осталось только все заполнить водой. Блин. И по идее мне этого должно хватить. Погнали проверим. Так, сдаю ему это задание. И да, выполнено. И теперь у меня есть награда. Нажимаю. И да, мне дался шалкер. Желтый шалкеровый ящик. В котором есть 27 предметов. Ё-моё. А ну-ка посмотрим, что в нем. Так, куда тут его можно поставить? Поставим его где-нибудь вот здесь. Вот и... Ё-моё. Спавнер свиньи. Спавнер свиньи. Еще один. 8 назаритовых слитков. Супер-мега-лопата. Это круто. И 4 золотых зачарованных яблок. Офигеть. А также какое-то летнее зелье. Скорость 2, стилла 2 и огнестойкость. Офигеть. Можно, чтобы меня не загрифилили, сделать бы, наверное, крышу и стены из обсидиана. Трррр. Так, я думаю, что это подойдет. Еще бы сделать эту вот стену и все. Трррр. Вот так вот все готово. Отлично просто. Я сделал себе, наконец-таки, во второй серии свой дом. Ну, а тем временем, я перешел к следующему заданию, которое заключается в том, что мне нужно добыть 2000 сахарного тростника. 2000 штук. Чего? Каким образом мне добыть 2000 штук? Как? Просто вот скажите мне, как? Я не знаю. Это просто невозможно. У меня в сундуке есть 4 штуки. Давайте-ка проверим, будет ли он растить с помощью шара огородника. Потому что, если нет, то это будет бипец как долго. Еще дольше, чем эти долбанные кактусы. Так, садим ломаем и ставим сюда тростник. И с помощью шара огородника он не растет. Да, или растет. Что-то я не понял. А, да, он растет. Отлично. Значит, это будет, наверное, не так уж и сложно. Осталось только понять, куда его садить, потому что здесь места больше нет. Я запривазил себе небольшую территорию и сделал на ней ферму тростника. Да, я надеюсь, что он будет расти не очень долго. Итак, я беру шар огородника и я очень надеюсь на то, что оно сработает. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, приседаем. И так, почему оно в этот раз нафиг не работает? Почему в прошлый раз работала перезарядка? А, я что, я вырастил только один тростник или что? Что-то я нифига не понимаю, но он не работает на все эти тростники. Это очень-очень плохо, потому что в таком случае это будет очень-очень долго. Но мне ничего не остается, кроме как ждать, пока он весь этот вот тростник вырастет. Да, мы ждем, окей. Хотя у меня есть идея, ведь у меня есть 254 тысячи монет и на аукционе есть тростник. И, возможно, я даже смогу его весь купить. И тогда, возможно, возможно, у меня хватит на то, чтобы сдать его скупщику. Ну, хотя этого явно не хватит, но все же я буду ждать намного-намного меньше. Поэтому да, скупаю все, что здесь есть. Хуха, я не знаю, хватит ли мне вот этого вот, но надеюсь, что хватит. Поэтому погнались, давайте это все нашему джампшутику. Так, где он? Вот он. Джампшутик, здравствуй снова. И я тебе сдую очередное задание. Да вы что? Мне надо еще столько же, прикиньте, еще столько же, блин. Это будет очень долго, потому что у меня денег уже нет, и все остальное мне придется добывать самому. Блин, ну мне больше ничего не остается. Все, денег больше нет. Придется ждать 3 часа, пока он будет расти. Да, это грустно, но пофиг. Для вас это пройдет всего лишь одна секунда, блин. Для меня целые часы. И следующие несколько часов я просто-просто ждал. И всё. Просто ждал, пока он вырастет. И всё. Джамшут, как же ты мне надоел. Но я наконец-таки собрал просто огромнейшее количество тростника. И тут осталось 400. Я думал, что мне этого должно хватить. Да, выполнено. Наконец-то я выполнил это долбанное здание. Но дальше произошло то, чего никто не мог ожидать. Во-первых, я нашёл игрока с каким-то очень странным плащом. А во-вторых, у меня небольшие проблемы. Я тут вернулся домой. И у меня сверху есть какой-то игрок. Софтер 228. Чего? Что вообще за ник такой странный? Короче, прикол в том, что он мне очень сильно мешает. Вы только послушайте это. Чел, я хочу тебя загриферить. Пусти. Или будет хуже. Вот вы видите, он максимально странный какой-то. Но сейчас мы его накажем, наверное. Это чел, зачем есть Хорус? Нет, неужели он сейчас придёт ко мне в дом? И чёрт, нет, нет, пожалуйста. Только нет, только не это. Чёрт, он тут, он тут. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Блин, каким образом? Нет, надо его убивать. Надо его явно убивать. Потому что, потому что это не дело. Чёрт, он в ответ у меня. Я сейчас ломаю весь свой город. Блин, зачем ты мне мешаешь? Зачем ты мне мешаешь? Иди нафиг. Иди нафиг с моего дома. Блин. Эм, он меня всё-таки убил. Вот же, блин. Зачем ему меня гриферить? Он меня не сможет загриферить. Я нахожусь под землёй. Это просто невозможно. Но ему всё равно. Ладно, план Б. Берём мой железный меч. Точнее, алмазный меч. Ё-моё, я забыл. Я, точнее, просто перепутал. Как я мог перепутать алмазный и железный меч, блин? Ну ладно. Просто сейчас будем его лупасить. Прям вот тут вот у меня дома. Лично у него были хорусы неплохо. Правда, он сломал весь мой город. Но да ладно, потом его починим. Он поставил сетхом. Он там поставил сетхом. Да блин, ты что, издеваешься? Он опять тут. Он опять тут. Да ну всё. У него топор. У него топор. У него топор. Так, ладно. Сейчас будет жёстко. Пвп. Но у меня алмазный меч. Я должен его выиграть. Пол хп. Невый чел, который просто меня хочет загрифилить. Но это невозможно. У него не получится это сделать. Зачем он там сидит? Я не понимаю. Хотя он уже загрифилил. У меня алмазный меч. Но да ладно. Ё-моё. Его здесь уже нет. Он ушёл. Блин. Да. У меня явно небольшие неприятности. Теперь у меня появился какой-то, не знаю, какой-то сумасшедший, который мешает мне выживать. И это очень-очень грустно. Каким боком мне его отсюда выгнать, я не знаю. Но что-нибудь придумаю. Вот блин, и он опять здесь. Ё-моё. Короче, друг, давай мы с тобой договоримся. Я дам тебе ресурсы, а ты меня не будешь трогать. А как тебе такая идея? Давай, конечно. Я же тебя не обману. Как-то он сказал очень-очень странно. Но, наверное, мне ничего не остаётся, кроме как ему поверить. А то я попросту не смогу находиться у себя дома. И это будет очень-очень грустно. Просто мне мешает уже минут, верно, двадцать. Эм, что это такое? Ладно, неважно. Ну и какие же ресурсы ты хочешь? Давай тогда мне алмазку и два назарита. А не офигел ли ты, мой друг, дорогой, а? Какая нафиг алмазка и два назарита, блин? Ну ладно, ладно, я всё-таки им поверю. И так у меня нету назарита, надо его купить на аукционе. Поэтому вот так покупаем. Миллион триста? Нет, не покупаем. Он слишком дорогой. Короче, друг, извини, но у меня нету назарита. Давай что-нибудь другое. Ладно, давай стак алмазов. Это не лучше, но у меня хотя бы они есть. Ну что, вот тебе получается моя алмазка. И ещё стак и один алмаз. Поэтому забирай и... Фух, больше меня не трожь. Ха-ха, изи-бот повёлся. Что? Нет, серьёзно? Он опять меня убил. И получается то, что он от меня не отстанет. Вот же, блин, какой он гад, а? Что мне теперь делать, я не знаю. И он ещё, наверное, мне мешал минут сорок. Но в итоге он ушёл. И оставил после себя просто жёсткие развалины. Да, он сломал мне почти всё. Но благо, что он свалил и... Фух, теперь можно наконец-таки отдохнуть. Так, продолжим моё следующее задание. Это мне нужно добыть три тысячи какао-бобов. Три тысячи. Я в душе нечаю, где мне их взять, но где-нибудь раздобуду. Я купил какао-бобы на аукционе. И принялся делать огромную ферму для того, чтобы сдать это задание. И так они уже практически выросли. И надо проверить, будут ли они работать с помощью шара огородника. Потому что пшеница работает, а вот кактуса нет. Поэтому для начала их собираем. И теперь смотрим, будет ли это работать. Поэтому берём в руки шар огородника и приседаем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Эм, как будто бы... О, сработало! Это сработало отлично! И я тут решил себе купить топор на эффективность 10 и удачу 3. Для того, чтобы добывать больше какао-бобов. Правда, стоит он на 4 миллиона. Но благо, у меня есть 8 миллионов. Потому что я продал абсолютно всё, что у меня было. Короче говоря, покупаем этот топор. И всё есть отлично просто. Теперь только главное, его ни в коем случае не потерять. Это будет очень-очень грустно. И всё, что я делал дальше, это просто добывал. Я просто вот целый час добывал эти долбаные какао-бобы. И тем временем у меня уже есть почти целый инвентарь какао-бобов. Да, я прошёл целый час, но это, я думаю, того стоило. Поэтому прямо сейчас я иду к себе в сундук брать остальные какао-бобы. Где-то они тут у меня были. Вот, ещё 200. И теперь идём на спавн. К нашему джам-шутику для того, чтобы сдать ему всё, что у меня есть. Итак, нажимаем вот сюда вот. И ема, надо ещё целую пищу! А я уже очень-очень заколебался, если честно. Но придётся добыть ещё. Ну что же, поехали. Ну я думаю, что этого мне уже должно хватить. Поэтому джам-шутик, здравствуйте. Ещё раз мне снова ты нужен. Потому что я тебе сдаю какао-бобы. И, блин, ещё 180 штук. Серьёзно, да блин, ты как же ты мне уже надоел. Так, ну теперь-то я точно добыл оставшийся стак. И джам-шут, хватит меня бесить. Всё, задание выполнено отлично. И следующее задание, это... Мне нужно 512 сладких ягод, блин. А где мне их взять, а? Это будет, это будет, мне кажется, ещё жёстче. Но поехали. Итак, я купил стак ягод. И осталось только их куда-нибудь посадить. Я думаю, что сделаю для них место где-нибудь вот тут вот. Поэтому берём нашу кирочку и поехали копать. Теперь заменяем весь пол на землю. Итак, я ягоды посадил. И теперь мне нужно понять, будут ли они работать с помощью шара огородника. Поэтому снова берём его с эндер-сундука. И нажимаем на shift. Да, отлично, просто супер. Собираем. И мне их должно хватить для того, чтобы сдать скупщику. Точнее, джам-шуту. Поэтому сдаём. И отлично выполнено. И теперь мне нужно убить 12 человек с помощью палки. Серьёзно, 12? А где мне взять столько игроков-то, ё-моё? В прошлый раз я звал друга, но сейчас он занят. И теперь мне нужно думать, как же мне выполнить это задание. Ё-моё. Ладно, сейчас чё-нибудь придумаем. Сделаем на всякий случай... Два стака палок, да. Два стака целых. Так, сэна, варп пвп, никого нет, кроме зритников, ё-моё. Я решил написать сообщение в чат. Кто даст себя убить 12 раз за 500 тысяч? Да, я ради этого задания потрачу 500 тысяч. И ко мне уже кто-то телепортируется. Отлично, давайте примем. И... Здравствуйте, мой другой друг. Дашь мне себя убедит, да? Итак, я ему написал окей. И он мне сейчас напишет. Шесть раз убьёшь, задашь 250. Окей, хорошо. Трррр. Итак, задание выполнено, отлично. Идём дальше. Следующее задание мне нужно принести 32 яйца. Где мне их взять, вопрос? Ай, ну их можно просто купить. И стоят они хоть бы недорого, хоть бы недорого. Так, сначала дешёвые и 200 тысяч, ё-моё. Ну, окей, купим. Я потратил на них 400 тысяч. Да, это жёстко, но окей. Сдаём нашему джам-шутику. И дальше идём. Мне нужно сделать... Точнее, сварить, да. Мне нужно сделать 64 зелья слабости. Ё-моё, вопрос, как мне их сделать? Итак, я посмотрел, и мне для этого надо сделать себе, во-первых, стак паучьих глаз, приготовленных. А во-вторых, это будет очень-очень дорого, сложно и долго. Но окей. Покупаем стак паучьих глаз за 100 тысяч. А вот грибов только полстака продаётся. Это очень-очень плохо. Ладно, покупаем. И мне надо ещё столько же. Я нашёл один гайд в интернете, как их выращивать. Сейчас мы его проверим. Написано то, что мне нужно сделать замкнутое помещение. Поэтому строим небольшую комнатку. Далее мне нужно залить сюда вот воду и так закрываем тут вот проход и ложим сюда вот воду. Потом ставим на неё гриб. Там было написано, сработало неплохо. И надо сломать под этим грибом блок. Там написано, поэтому ломаем. И что же будет-то? Он просто упал, отлично. А если костную муку оттыкать, ничего не происходит, блин. Гайд из интернета не работает. Просто супер. Опа, кто-то продал ещё грибы. Отлично, я могу их купить за 50 тысяч. Да, всё супер. И у меня теперь есть целый стак грибов. И не нужно ничего строить, зашибись. Так, я купил ещё сахарный тростник. Получается, делаем сахар. И остаётся только сделать вот таким вот образом. Всё, у меня есть стак маринованных паучьих глаз. Отлично, просто супер. Покупаем огненные стержни. И делаем зелье в арку. Готово, супер. Ставим её куда-нибудь сюда. Вот и делаем зелье. Для этого покупаем стекло. Крафтим бутыльки. И наполняем целый стак водой. Поехали. Тррррр. Место закончилось отлично просто, блин. Уходить-то будет очень долго, но поделать нечего. Поехали. И я, наверное, минут 50 просто стоял и ждал, пока оно всё сварится. Ну и к большому сожалению, на этом моменте настал вайп. И у меня не получилось закончить эту рубрику. Но если ты хочешь продолжения, тогда напиши об этом в комментариях. И поставь лайк. Если что, я читаю абсолютно все комменты. Также подпишись на мой канал и на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Буду тебя там ждать. Ну и я пошёл. До новых встреч. Пока.